В Магыстаусском областном суде завершился процесс по делу об убийстве 18-летней жен Сауле Карабалаевы, дочери одного из бастовавших нефтяников. Виновными признаны Бекниаз Абишев, осужден на 18 лет, и Бахытшан Жакетов, приговоренный к 16 годам тюрьмы. Сауле Карабалаев, дочери одного из бастовавших нефтяников. Абишаеву, как играющему особую активную роль, суд назначил наказание по совокупности преступлений по статье 120 изнасилований и убийствам 96-й части 1-й, суд назначил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А Жакетову суд назначил 16 лет лишения свободы, тоже по совокупности преступлений, тоже в колонии строгого режима. Мы довольны результатами. Жан-Сауле Карабалаева пропала без вести в конце августа прошлого года. Через несколько дней ее нашли мертвой на окраине Жан-Узеня. Ранее, в начале августа, был убит активист профсоюза бастующих нефтяников Жексылык-Турбаев. Эти два убийства служили предостережением для непокорных, но забастовка от этого не пошла на убыль. Спустя 4 месяца на Жан-Узенской площади произошла трагическая развязка, но первая кровь была еще в августе, когда были убиты Жан-Сауле и Жексылык. После кровавых декабрьских событий сюжет существования страны во многом обусловлен Жан-Узенским синдромом. Протестные настроения рабочих обнаружились на предприятиях Ватрау и на предприятиях корпорации «Казахмыс». Расказган не будет вторым Жан-Узеном, поспешила заявить руководство «Медного гиганта» на специально созванной пресс-конференции в Алматы. И даже пообещала поднять размеры заработной платы рабочим. В то же время руководство «Казахмыса» заговорило о неких провокациях и диверсиях, которые могут произойти на предприятиях благодаря проискам темных сил. Данный пассаж удобно ложится под теорию заговоров от советника президента Иртыспаева, который на неделе упорно продолжал в прессе охоту на ведьм. Жан-Узенским синдромом вызвано и решение фонда «Самрук-Казна» вовремя упреждать трудовые конфликты и решать их на мирной стадии путем диалога, даже с помощью профессиональных переговорщиков. Жан-Узенским синдромом обусловлены и митинги несогласных в разных городах Казахстана. Некоторые активисты уже делают вторую ходку на 15 суток, остальные платят штрафы. В социальных сетях они сейчас, пожалуй, популярнее штатных оппозиционеров, которым после декабрьских событий недостает сплоченности и цельности.